Главным украшением мужчины независимо от статуса дохода, не считая повода причины, вот течений близко небосвода. В Щелковском театре в минувшее воскресенье зрителям показали пьесу Николая Гоголя «Женитьба». Действие открывал сам великий писатель, роль которого исполнил певец Александр Югорский. События разворачивались на фоне декораций, выполненных в виде петербургских мостов. Они своего рода связующее звено всей интриги, которая разворачивается на сцене. Главные герои задаются вопросом, надо ли жениться, если и так живется неплохо. Но если это делать, то как подобрать себе невесту? Что из того, что ты не женишь? Ну, вот посмотри на свою комнату, как ты живешь. О, не вычищенные сапоги. Лакань, дремывание, целая куча табаку на столе. И ты, как байбак, сидишь весь день на боку. Это правда. Вечная тема сватовства и женитьбы, почти 200 лет назад юмористически представленная Николаем Гоголем, остается для многих актуальной и сейчас. Идея пьесы как раз о том, чтобы заглянуть внутрь себя и сказать, а вообще, как мы в этой жизни устраиваемся, как мы идем сквозь года, сохраняя какие-то общепринятые устои, влюбляясь, женившись, нарожав детей. Как мы к этому приходим? С какими мыслями и с какими душами? Отвечать на эти вопросы непросто. Тем более, что исполнители главных ролей в спектакле ведут сюжетную линию от одного разочарования к другому. Вот ведь и свахе не удается настроить на деловой лад все время сомневающегося жениха. Тут и хамелеон, и кто угодно. Ей надо подстроиться, угодить и жениху каждому, и невесте, чтобы свой товар продать. Продать. А чтобы продать, и сейчас это очень... Все знают, кто занимается бизнесом. Продать надо много иметь качеств. Вот таких, которые... Ну, чтобы твой товар купили. Николай Васильевич Гоголь прописал Качкарева, в данном случае это моя роль, как главный вихрь, который закручивает, собственно говоря, всю интригу и тащит к финалу всю эту историю с женитьбой. И, в общем-то, это вихрь в прямом смысле слова, который несется сквозь спектакль, несется сквозь эту историю, не замечая ничего. Каждая встреча с вечно живым классическим произведением великого писателя это для многих гостей театра своего рода очередное открытие. Это для меня будет что-то опять новое, которое я не помню и давно не читала. Данное произведение написано им вначале и считаю, что должно быть шикарно. Мир повторяет людей, да, только нас не повторяет. Поэтому женитьба очень современная, актуальная пьеса. А Гоголь вообще очень большой юморист. Спектакль «Женитьба» пользуется популярностью у зрителей. Он идет в Щелковском театре уже третий год. Работа актеров и режиссера вызывает зрительское восхищение на протяжении нескольких театральных сезонов. Пьеса продолжает радовать гостей театра и остается неприходящим по значимости репертуарным событием. Андрей Циханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok